Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим видеообзор от интернет-магазина iKlon.net новой брендовой модели планшета китайского производителя i-NOL Nova 7 Aurora 2 Давайте осмотрим для начала, как у нас заведено комплектацию самого планшета а потом будем осматривать сам планшет и его тестировать значит стандартная комплектация у нас идет есть инструкция как всегда на китайском языке у нас это не совсем сейчас интересует дальше есть в комплекте вот эго кабель для синхронизации с компьютером зарядного устройства есть наушники с разъемом 3 5 миллиметра и с такими вот подушечками мягкими тоже с брендом i-NOL также в комплекте еще в отдельной коробке поставляется зарядное устройство переходником на евро резетки 5 вольт 2 ампера теперь давайте осмотрим саму нашу модель что она себя представляет и какие есть качества они положительные отрицательные для начала давайте осмотрим внешний вид ее это 7 дюймовый мультитач дисплей емкостной сенсорный на 16 миллионов цветов с разрешением 1024 на 600 пикселей с поддержкой мультитач на 5 касаний с процессором amlogic 8726 m6 двухъядерный 1.5 гигагерца 3d ускоритель mild 400 на передней панели мы с вами видим только камеру для видео вещания по skype фото видео здесь встроена два пикселя фронтальная камера на боковых панелях мы с левой стороны видим разъем для наушников стерео 3 5 для расширения micro sd карточек микрофон дальше у нас есть разъем hdmi также есть вот и разъем и для зарядного устройства на верхней панели мы видим прекрасно расположены кнопочки все рядом это включение выключения самого планшета дальше качелька увеличение уменьшения громкости и возвращение главный на главный экран меню планшета здесь стоит операционная система android на остальных боковых панелях у нас чисто задняя крышка есть один очень довольно громкий динамик и также встроенный микрофон качество самого планшета впечатляет пластик держится в руке не скользит хотя он такой глянцевый идет мульти тач стекло и давайте теперь с вами осмотрим что у нас здесь есть итак давайте для начала проверим действительно здесь мульти тач есть на 5 касаний с помощью программки мульти тач есть выйдем у нас есть мульти тач на 5 касаний давайте посмотрим еще возможность с вами реализации выхода в интернет зайдем на сайт pylon.net мы видим что открывается быстро есть возможность предосмотра тач у нас работает также встроенный датчик ориентации положения экрана мы можем рассматривать как горизонтальном так и вертикальном положении же набор как будет удобно пользователю теперь давайте мы с вами еще посмотрим интернет тоже в скайпе то есть есть у нас возможность делать видео звонки для этого нам нужно зайти в настройки самого скайпа опуститься в меню самый низ и включить активировать видеосвязь видим у нас активирован видеосвязь и после этого мы можем совершать с вами видео звонки давайте попробуем как это у нас происходит сейчас мы с вами дозвонимся видим что видеозвонок идет но видно у пользователя нет камеры нет есть вот видим пользователя откликнулся нам то есть видео звонки не осуществляется с планшета вопросов как бы не должно быть по поводу связи выхода в интернет на skype далее давайте с вами еще проверим наш планшет с помощью программки antutu benchmark мы уже заранее протестировали его и результаты таковы 7307 то есть мы сможем посмотреть по графику примеру наше устройство мы тестировали кпу и память 2d графику 3d графику данной операционной системы и данные sd карты наш рейтинг составил 1577 мы с вами можем посмотреть по графику наше устройство лучше чем galaxy note но немножко хуже чем планшет asus transformer prime это довольно таки неплохо даже с такими параметрами 1307 то есть мы видим цветные полоски рамки пул в целом чисто плавающими точками 2d 3d графику база данных записи чтения с sd карты вот наше устройство samsung galaxy и lg optimus 2 amazon kindle fire остаются позади далее давайте мы с вами еще попробуем интернет как мы допустим яндекс карты предварительно мы нашли наш город то есть отображение как видим реагирует быстро интернет яндекс карты здесь работают довольно таки быстро тоже отрисовка карт качество очень хорошая давайте мы с вами еще запустим тест скорости интернета программку speedtest и проверим прием передачу данных и пинок так видим пинку на 79 секунд загрузка прием данных пакетов 482 килобит секунду и отдача 3950 килобит секунду то есть здесь хорошая производительность встроенный вай фай 802 11 бит в интернете можем с вами быть без всяких зависаний проблем также давайте что мы еще с вами сделаем предварительно было у нас уже установлены игры и еще посмотрим с вами с помощью стандартной программки задавис тест промык тестируем всегда все планшеты девайсы телефоны где стоят зеленые галочки такие датчики у нас присутствуют но к сожалению почему-то это программка не обнаружила нашу камеру как видим стоит крестик мы хотим по видеосвязи по skype мы видели что это у нас есть камера видим есть у нас вай фай видно обнаружена сеть у нас датчик вай фай есть bluetooth в этой модели нет стандартной связи пишет но хотя галочка стоит с работа с 3g-связями акселерометр видим что датчики x и y и z координат перемещаются график у нас рисуется также экран естественно есть значит процессор звук вибрации микрофон юсби аудио-видео выход операционной системы android 403 остальных датчиков такие как датчик освещенности датчик приближения температуры вспышки гравитации линейной акселерации здесь к сожалению нет с тестами думаю мы с вами закончили давайте посмотрим производительность каких-то играх стандартная мы как всегда с вами запускаем игру ангибирд посмотрим как она покажет себя для этого процессора планшете nova 7 аврора 2 am logic 87 26 м6 двухъядерный 1.5 гигаерса думаю эта игра будет для него просто у нас будет очень быстро сферим что ангибирд работает вообще без каких-то вопросов и для для этого планшета это не показать попробуем на игре с вами мультитач видим это сразу у нас есть на 5 касаний тоже мультитач в играх безотказно работает что еще мы с вами можем протестировать на этом планшете давайте еще такую возможность сможем с вами но для любителей поиграть на гитаре есть возможность играть на этом планшете по реализации полнофункционального редактора текстов редактирование создание также печатание то есть любой формат для операционной системы android как pdf как word как powerpoint excel это будет тоже не вопрос есть быстрый перерасмотр мы с вами можем и открыть полностью для более детально теперь давайте с вами еще попробуем камеру и галерею камера здесь встроена два пикселя с возможностью зума есть настройки баланса есть экспозиция установка я тегов и переключение фото и видеосъемки вот мы с вами попробовали сделаем предосмотр галерея вот два пикселя соответственно сами понимаете это для планшета качество текстур отображаемых картинках можем с вами просмотреть есть быстрый предосмотр новой картинки увеличение качество фотографий и давайте наверно посмотрим с вами видео подержит видео высокой четкости есть возможность увеличения громкости как качелькой так и вручную видим даже видео качество звука мы слышим это тоже у нас есть подводя итоги что хотелось бы сказать на чем сделать акцент 7 дюймовый емкостной мультисенсорный IPS экран на 5 точек касаний 16 миллионов цветов с разрешением экрана 1024 на 600 пикселей довольно хорош для этого планшета итак подводя итоги об этом планшете ново 7 аврора 2 вот интернет магазина и клон точка нет можно сказать что 7 дюймовый емкостной мультисенсорный IPS экран с возможностью просмотра на 180 градусов мы можем посмотреть даже качество не теряется текстур благодаря IPS матрице экрана на 5 точек касаний 16 миллионов цветов с разрешением экрана 1024 на 600 пикселей с операционной системой Android 4.0.3 процессором Amlogic 7626M6 двухъядерный 1.5 ГГц с 3D ускорителем Mile 400 с встроенной RAM памятью 1 Гбит DDR3 и ROM памятью 8 Гиг или же 16 также есть беспроводные сети такие как Wi-Fi 802.11 BGM двух пиксельная фронтальная камера для видеозвонков фотографирования и видеосъемок энергосберегаемость емкость литий-иона батареи 3700 мАч это значит что устройство на этой платформе может либо воспроизводить видео отличного качества сутками либо быть очень тонким и легким как мы сами с вами видели довольно таки тонкий аппарат всего-навсего 313 грамм мультитач двухъядерный встроенный Wi-Fi слот для расширения microSD также SD ускоритель и 1 Гиг DDR3 и RAM память пожалуй на этом все спасибо за внимание и и и и